Очень неприятно наблюдать за тем, как вы сначала делаете что-то по-настоящему интересное и смешное, и, на мой взгляд, даже ценное, а потом садитесь и, выплясывая вот эти вот танцы, вы извиняетесь перед ним. Томсо, добрый вечер! Читали ли вы недавнее обращение дизайнера и блогера Артемия Лебедева к Рамзану Кадырову по поводу заявления последнего убивать, сажать, пугать? Что думаете по этому поводу, если вдруг вам это не попадалось? Вбейте в Яндексе, Лебедев написал письмо Кадырову. Добрый вечер, Игорь! Да, я читал, я видел это обращение Лебедева. Кстати, это уже, по-моему, второй раз, когда Лебедев делает какое-то обращение Кадырову. Я не помню, по какому-то поводу до этого тоже что-то было. И была некая такая, как мне показалось, такая неосторожность его высказываний, за которую могли бы, ну, которая может не понравиться Кадырову. Где он там что-то своих псов, по-моему, или как-то так он назвал, я сейчас не помню. Но и концовка, да, порадовала, обнимаю, брат, это такой некий стёб. Ну, можно так понять, как стёб, как троллинг, а можно, в принципе, Кадырову, может, это поймёт, как искренне, типа, он его обнял. Но сам этот Артемий Лебедев, он такой чувак очень странный, с какими-то странными убеждениями. Поэтому я думаю, что ему, может быть, из-за этого такие вещи как бы позволяются. Обратите внимание, сегодня, по-моему, появилось сообщение о том, что два блогера, Саша, Саша, как его там, забыл я, как его, Тилекс, что ли, Саша Тилекс, как-то так его, в общем, зовут. Они сняли пародийный клип, где я один спародировал Тимати, второй спародировал Рамзана Кадырова. И какую-то песню Тимати, ну, они там переделали, в общем. И сегодня они, клип сняли они до этого, я не знаю, когда, но сегодня они извинились за этот клип. Сегодня они записали видео, в котором они приносят извинения перед Рамзаном Кадыровым, обязательно сначала упоминая, что он глава Чеченской Республики, герой России, многоуважаемый там. В общем, раскланивает такое ощущение, как помните, Иван Васильевич меняет профессию, там, когда вот эти послы из Швеции, по-моему, приезжали к этому, и они выплясывали так перед ним. Вот они вот так выплясывают, чтобы извиниться перед Кадыровым. Хотя, по сути, если так разобраться, Лебедев, то, что написал Лебедев, тоже по их меркам заслуживает того, чтобы он извинялся. Но при этом Лебедеву это не говорят. Это я так подозреваю, что, возможно, у Лебедева есть какое-то, в их глазах какое-то положение, ему позволено. В общем, не знаю. Это все только предположение. Но я бы хотел, знаете, обратиться вот к этим блогерам и сказать, если вы, как бы, если вы после этого, после того, как вы сделаете какую-то пародию, какой-то Стебна Кадырова, и вам позвонит этот Ахмед Дудаев, поговорит с вами, и вы после этого будете извиняться, то зачем вы вообще записываете вот эти ролики? Зачем вы это делаете? И, допустим, Данила Поперечный, стендапер известный российский, он записал в свое время такой шуточный ролик, типа, миниатюру, где, когда Дед Мороз российский что-то объявил там Кадырова своим помощником, и он посмеялся над этой историей, он записал шуточный такой ролик, типа, как это происходило. Кадыров приехал там в старый устюг к Деду Морозу, и, в общем, это была такая смешная такая пародия. И он за нее не извинялся, насколько я помню, вот он за нее не извинялся. Он наоборот сказал, типа, я считаю, что это, я типа сатирик, я комик, и я имею право вот на таком уровне как бы смеяться. Хотя ему там тоже писали, что его там повесят, давай, делай, готовься, извиняться и так далее. Но у него это нормально прошло. Если бы вы, другие блогеры, если бы вы точно так же стояли бы на своем, как-то объединялись бы в таких вопросах, в крайнем случае, если уж на то пошло, если уже другого выхода нет, то уезжайте. Но если вы готовы дать заднюю, вот такой момент, записать извинения, то не пишите вообще, не делайте эти пародии. Зачем вы это делаете? Очень неприятно наблюдать за тем, как вы сначала делаете что-то по-настоящему интересное и смешное, и, на мой взгляд, даже ценное. А потом садитесь и, выплясывая вот эти вот танцы, вы извиняетесь перед ним. За этим неприятно наблюдать. Не делайте. Это уже не первый случай, я замечаю там. И другие были блогеры, которые рвали рубашки у себя там на груди. А потом, как только с ними связывались кто-то из кадыровцев, они сразу же начинали думать, как им теперь эту проблему решить, там извиниться, удалять ролики. Но если вы как бы начали, пошли, то будьте готовы все эти последствия свои принять достойно. И если надо, даже уезжать из страны. Если надо. Но при этом, я думаю, что вам это и не нужно будет делать. Вы все-таки, вы не чеченцы, и с вами не так будет просто эти вопросы решать. Но если придется, даже на это вы должны быть готовы. Будьте как-то, я не знаю, самоотверженными, что ли. Это так чисто пожелание. И в свете вот этой истории хочу еще прокомментировать этот депутат Государственной Думы, Единорос, кадыровец, Шамсаил Саралиев. Он записал у себя в телеграм-канале, опубликовал видео, где он предлагает свою версию перевода с чеченского языка слов кадырова, где он говорил, что будет убивать, пытать, запугивать, уничтожать людей, пишущих комментарии нелестные в их адрес и таким образом нарушающих единство то ли народа, то ли кадыровцев. И вот он свой, значит, предложил перевод. И этот перевод был настолько профессиональный, что я задумался. Он садится, включает его, значит, несколько слов, потом ставит на паузу. И эти несколько слов кадырова он переводит где-то в несколько минут, при этом выдавая там где-то предложений 100, наверное. И в этих 100 предложениях у него звучат такие темы, как, знаете, кадыров говорил, что он будет наказывать тех, кто призывает к террору и так далее. Он будет их наказывать, в том числе и уничтожая, потому что террористов надо уничтожать. Мне просто интересно, какое чеченское слово этот Шамсайл перевел на русский как террор. Какое там было слово сказано кадыровым, что Шамсайл его посчитал возможным перевести на русский язык как террор. Это что за слово было, интересно, Шамсайл? Пожалуйста, доведи на нас эту тему. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»